Года. Какие-то тренинги, какие-то курсы, какие-то школы, они путешествуют по миру. Они всё время себя тренируют, они всё время себя по-новому пытаются раскрыть в разных жанрах. Вон Чулпан Хаматова, то в Лондоне, то это, я говорю, Чулпаша, какая ты молодец. Она говорит, ну мне это интересно по-настоящему. Вот и мне это интересно. Потому что, когда ты утром объясняешь студенту что-то, ты вдруг невероятным образом, вспоминая это вечером, ты играешь по-другому спектакль. Понимаете? И режиссёр в ужасе. Говорит, господи, ставили про одно, ну что он играет? Вот что он сегодня играет? А он говорит, а потому что я понял сегодня, я вот объяснил студентам. Нет, нет, уважая режиссёра и их рисунок. Ах, вот так вот, да? Ну, во всяком случае, вы понимаете, какая это ответственность? Если вы преподаете, значит, вы передаёте опыт, свой опыт, свой хороший опыт, да, творческий. А молодым людям, за которых вы, кстати говоря, должны и отвечать, в какой-то мере. Я понимаю, что сегодня никто ни за что не отвечает, но вот что такое преподавательство? Я вот со многими людьми разговариваю и думаю, ну что это? Вот только одно объяснение мне понравилось как-то. Вот Роман Виктюк, режиссёр, вот он пришёл и сказал, а вы знаете, я пришёл, я их обманул. Я сказал, я буду у вас учиться, вы мне рассказывайте. То есть он поставил себя на место студентов, а они как бы педагоги, и у них как-то там вот пошло-поехало. Хитрый такой, интересный ход. Какой ход у вас? Какие правила у вас, игры с вашими студентами? Партнёрство и честные, открытые взаимоотношения, ну если не на равных, то, знаете, вовремя объяснить студенту, где правда, а где ложь, где иллюзия, а где настоящая работа, где ловушки. Знаете почему? Наверное, мало в это поверит, но неважно, я же вам это говорю. Мне понадобилось лет 8 или 9 после училища разрушать вот эти вот самые иллюзии и романтично восторженное отношение к театру, к искусству, к людям, которые тебе плюют в душу, которые тебе делают больно, которые тебя забивают, которые тебя своими комплексами уродуют и так далее и тому подобное. И для того, чтобы прийти, вернуться к себе и понять и почувствовать себя, ох, такая была проделана работа, и ведь никто в театральных вузах не объясняет этого. Просто учат актерскому мастерству. А вот я с ними разговариваю и объясняю им без прикрас, без романтичного вот этого вот флера, что их ожидает. Как и где они будут никому не нужны, и как они должны быть к этому готовы, и что только сильнейший выживает в этой гонке, в этом марафоне, и что сильнейший духом и преданной профессии может состояться во что бы то ни стало, если ты бережешь свой талант, свой луч, если ты его не раздарил, не скурил, не спил, не... ну, понимаете? Ну, хорошо, это по-актерски. А в жизни разве не так? Что в жизни? Вот по жизни. Ведь вот всё, что вы сказали, это относится к каждому человеку. Вот чтобы выжить в сегодняшней жизни, именно так и надо существовать. Надо понимать, что никому ты в общем-то по большому счёту не нужен, что ты должен всё делать сам, что и хорошее искать, и открывать в себе, и в мире ты должен сам, и никто тебе этого не сделает. Ну так это же прекрасно, когда человек понимает, осознаёт эту ответственность, и понимает, что он берёт ответственность за свою жизнь в свои собственные руки, и он не перекладывает на кого-то эту ответственность, и не надеется на то, что, ну, у меня здесь есть плечо, я вот здесь делаю, вот здесь делаю, а если не получится, то я этого буду обвинять, или эту буду обвинять, или этому скажу, ты козёл, а ты сама дура. Это прекрасно, когда человек это понимает, но это же сложно, это же сложнее. Ну, у каждого свой урок, у каждого свой путь. Значит, ничего хорошего вы им не объясняете. Ну что вы, наоборот. Они-то шли за славой, за цветами, за успех, свет рампы, а вы им, говорит, ничего хорошего, ребят, не будет. Вы знаете, слава приходит не тогда, когда ты бесконечно думаешь про то, что вот, слава, то, всё, а когда ты делаешь своё дело с удовольствием, и вот именно в этот момент в космос, во Вселенную транслируется твоя радость от того, что ты делаешь это с удовольствием, и находятся и зрители, и продюсеры, и режиссёры, и люди, которым очень нужна вот эта энергия тепла, доброты и настоящего таланта. И тогда тебя... Потому что люди тянутся, посмотрите, что происходит. Все одиноки, все в каких-то шорох, все озлоблены, все ищут любви, но... Кто все-то, Александр? Ну вы-то не такой, Александр. Ну послушайте, первое, что я сделал, я посмотрел в зеркало. Вы же не одинок, вы не ищете любви, вы же не озлоблены, вот всё, что сейчас вы произвели. Нет, я не озлоблен, потому что я посмотрел в зеркало однажды и сказал себе, «Хватит обвинять эту жизнь всех вокруг. Ты сам, что ты делаешь для того, чтобы мир, и ты в том числе, был лучше и прекрасней?» Я честно себе ответил на эти вопросы, и так живу. И вот он, я такой вот. Я-то вам верю, потому что у вас есть колоссальный опыт. Смотрите, после циркового училища, Щукинское училище, театр Вахтангова, после театра Вахтангова театр сатиры... Нет, наоборот, театр сатиры. Театр сатиры. Ну, неважно. От перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Главное, что были эти театры в вашей жизни. А потом уже и театр современника, по-моему, какой-то ещё театр был. Пропустил. Нет, нет, это мы с Робертом Стуровым делали такой спектакль, антрепризный, можно так его назвать, Ромео Джульетта. То есть опыт работы в московских театрах присутствует? Имеет место быть? К журналисткам короткая история. Недавно, 3 дня назад одна. Деятель прессы. Мне говорит, пришлите мне, пожалуйста, кстати, фотографию какой-нибудь времён вашей работы в театре сатиры. Ну, желательно с Мироновым. Прости, Господи, её. Представляете? Ну, это ужас же. Ну, вы же такой волшебник, вы же всё можете, вы же ходили вот на это шоу. Олеши, дедушки Олеши. Так и тут надо было сделать что-то. Какое невежество. Сейчас же можно это сделать. Журналист. Ну, про невежество не надо сейчас говорить, потому что сейчас факультет журналистики, МГУ смотрит нас, а они же готовят кадры для телевидения. Вы же сами работали на телевидении, вы же знаете. Не сразу Москва строилась. Да, надо много читать. Вы знаете, я тут вот задал вопрос нашим молодым. Кто такая Фаина Геона Раневская? Они не знают. Да что вы говорите? Какой ужас. Как же бедна и скучная их жизнь. Насколько богаты наши с вами сердца. Мы знаем, кто такой Ленин. Мы знаем, мы видели Ленина и Крупскую. И знаем, кто сидит на каком коне, значит, рядом с Красной площадью. Тут был опрос недавно. Причем даже не назвали, что музей, там все. Да. Что за коник, кто на нем сидит? Говорят, ну, этот Бутевн, наверное, раз на коне. Понимаете? То есть... Так кто сидит на коне? Ну, Жуков, конечно. Он недостаточно хорошо написал твои глаза. На самом деле, есть одна пьеса, которая меня интересует. Она о взрослой женщине, которая завела роман с молодым мальчиком. Когда я снова увижу тебя. Ты хочешь снова увидеться? А ты как думаешь? Она переживает шок. Почему? Потому что она полюбила мальчика. И это происходит с ней именно тогда, когда все стало казаться ей скучным и неинтересным, как будто ее жизнь кончилась. Это какое-то безумие. Я гожусь тебе... Аннет Беннинг... Ты не обнимаешь меня. Не целуешь. Ты видишь, до чего ты меня довел. Джереми Айронс и Брюс Гринвуд в фильме Иштвана Саба. Театр. Этот роман придает ей силы. И все говорят, что она помолодела на 10 лет. Надеюсь, она не признается мальчику, что любит его. Это роковая ошибка. 20 июня, в субботу, экранизация романа Сомерса Томоэма на телеканале «Столица». Можно вам задать нескромный вопрос? Да, пожалуйста. Вы отвечаете на все вопросы? Ну, не боитесь? Да, пожалуйста. Что бы вам хотелось сыграть на театре сегодня? А это нескромный вопрос. Ну, я пошутил. Ну, надо же какое-то напряжение, какой-то драматургии. Потому что так все гладко, так все хорошо. А где конфликт? Где драматургия передачи? Да, она философская размышляет. Но сперва я хочу сказать, что я тут вот пошел для себя в качестве эксперимента на эфир к Ксении Анатольевне Собчак на радиостанцию, где она ведет программу. И после часа беседы она мне сказала, ну, такого не бывает. Ну, мне не за что тебя ущипнуть. Я говорю, ну, почему? Пожалуйста, щипай. Ну, мне нечего вскрыть. Я говорю, ну, пожалуйста, вскрывай. Я говорю, мне наоборот интересен этот конфликт. И приходит потом редактор с такими глазами и говорит, послушайте, это невероятно. Сегодня сотый выпуск. У нас на форуме нет ни одного плохого сообщения. Что же нам делать? Я говорю, а то есть это новость со знаком минус, что нет плохого сообщения. Короче говоря, что я должен сказать на театре? Я обязан сделать это, но пока не...